Трансфер в размере 92 миллионов рублей из краевого бюджета получил муниципалитет. Парламентарии в ходе 22-й сессии утвердили первоочередные статьи расходов. За счет краевого бюджета вносим изменения в доходную часть на увеличение капитальной ремонта и ремонта автомобильных дорог 50 миллионов, строительство бочной модульной котельной в селе Супо 34 миллиона, строительство газопровода высокого давления в поселке Уташ 4 миллиона 429 тысяч рублей. Еще 85 миллионов рублей из местного бюджета распределены на объекты социальной сферы. Здесь и ремонт кровли в 18-м детском саду, капитальные ремонты в домах культуры Виноградного, Юровки, Большого Разнокола и многое другое. За счет этих средств планируется осуществить предпроектную подготовку к строительству пристройки к 6-й школе Анапы. Марина Марченко, главный архитектор курорта, озвучила ряд инициатив об увековечивании имен наших прославленных земляков. Предложено, например, присвоить скверу на пересечении улиц Астраханская и Лермонтова имени Павла Саркисьяна, трагически погибшего председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Своё имя получит и сквер на улице Парковой. Проект нам предлагается присвоить скверу, расположенную в городе Анапа, в районе улицы Парковой, наименование сквер имени Павла Ивана Петровича. Проект разработан на основании коллективного обращения генерального директора, сотрудников и ветеранов и публичного акционерного общества Анапско-пассажирско-транспортного предприятия. В настоящее время управлением по заявлению директора предприятия разрабатывается проект благоустройства, который они имеют намерение реализовать в этом году. Имя славного подполковника Николая Михайловича Самбурова будет высечено на мемориальной доске. Её установят на фасаде первой общеобразовательной школы Анапы. А именем Героя Советского Союза Сурена Аракеляна будет назван парк в хуторе Курбатском.